Сегодня мы с вами будем говорить о романтизме. Мы слышали двух романтиков – Шуберта и Мендельсона. Вообще-то очень много написано и сказано о том, как случилось, что классицизм на Земле сменился романтизмом. Что произошло? Почему Гайден, Моцарт, Бетхоен с одной стороны и вдруг Шуман? Шопен! Откуда это взялось? Почему так быстро, неожиданно и действительно быстро Бетхоен умирает в 1827 году, а Шуберт в 1828. Но Бетхоен относится к классикам, а Шуберт все-таки к романтикам со всеми оговорками, о которых мы уже и говорили с вами в предыдущих программах о Шуберте. Что случилось? Здесь важно, в какое время прошло детство. Бетхоен прожил 57 лет, а Шуберт всего 31. Вот в чем разница. Вот разница заключается в том, что Шуберт жил в другую эпоху и формировался в другую эпоху. И в чем же разница? А вот в чем. И Гайден, и Моцарт, и Бетхоен воспитаны на философах-просветителях. Вольтер, Дидро, Руссо, которые говорили о разуме, о рассудке, о том, что при помощи разума, при помощи мышления можно преодолеть все проблемы цивилизации людей, социума жизни и построить разумную, прекрасную жизнь. Надо, естественно, выбросить Бога, нужно выбросить оппозицию. Да, да, да. Для того, чтобы построить город солнца, туда нельзя было у Компанелы пускать еще в далекие времена, пускать людей искусство, чтобы они не бунтовали, не будоражили. Потому что трудовики должны быть счастливыми, спокойно работать, получать деньги, за свои деньги покупать товары и опять работать. То есть замечательная жизнь. А все эти люди искусства, все эти поэты, художники, мыслители, композиторы, они не нужны. Это балласт. Так вот, как случилось, что появились романтики? Дело в том, что ведь вы же знаете, что просветители наколдовали французскую революцию. Под воздействие просветителей попала вся мыслящая Европа. И когда французская революция разразилась, вы знаете, чем это все кончилось, миллионами жертв, страшнейшей реакцией, эпохой реставрации. И тогда началось разочарование, депрессия. Разум ошибся. Что же не ошибается? Чему верить? Чувствам. Чувствам. Вот классицизм, это прежде всего разум. Как бы ни было больно Гайдену, Моцарту и Бетховену, в их музыке нет дневника. Никогда из сонат Моцарта или Гайдена вы не узнаете, хорошо сегодня Моцарту или хорошо сегодня Гайдену, или плохо Бетховену. Почему? А потому что романтик думает по-другому. А классик думал так. Это не важно, что мне плохо. Важно, что я должен строить разумную, высокую, прекрасную жизнь. Моя музыка должна участвовать в этой гармонии. И когда Моцарт говорит, что самые печальные, самые трагические чувства нужно излагать гармонично, ровно и строго, он говорит не случайные мысли. Он пропитан этим гармонией сознания, гармонией мысли. А кто такие романтики? О, это совсем другие люди. Они поняли, что разум ошибся. И появились совсем другие мелодии. Вот можно говорить еще раз о том, что Шуберт — это мост между классиками и романтиками. Можно говорить о том, что не случайно появились вот эти романтики. Это результаты, реакция на разочарование разумом. На сердце, сердце, только сердцу можно верить, только любовь, только сказка, только вымысел, только фантазия. В этом мерзком мире ничего нет. Искусство должно спасти человека. Оно должно унести его в другие миры, в другие измерения, в другие пространства. Это все правильно. Это все действительно серьезно и исторично. Но вот здесь нам придется говорить о роли личности в истории. Была одна такая личность, которая не просто перевернула все сознание людей искусства, но без которой, несмотря ни на какие поражения французских революций, ни на каких просветителей, без которых романтизм не смог бы состояться так, как он состоялся. Вот он, этот композитор, эта столбовая фигура в истории европейской и мировой культуры, совершеннейший гений, безумец, адепт бога и дьявола, страстный, дьявольский, изощренный, влюбленный, сумасшедший, мистик, актер, шут. И всякая мелодия его вьется и сгибается. Всякая его мелодия эротична, чувственна, абсолютно движется не по законам классицизма, а по законам свободного полета фантазии художника. Вот как, например, эта мелодия «Кантабеле» или «Певуче». Кантабеле «Кантабеле» или 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы, конечно же, поняли, что речь идет о Николе Паганинии, о человеке. Я не знаю, человеке или посланце, чьем, который повлиял не на музыку только. Он открыл столько тайн, столько мистических глубин, он, да, собственно, и тот, кто повлиял на вообще мифологию и мифотворчество романтиков, кто, по сути, есть подлинный и глубокий романтик. Но вот я хочу сейчас провести маленький эксперимент. Вы, конечно же, слышали о том, что Паганинии написал, в числе прочего, 24 каприза для скрипки соло. Написал «Посвящается великому артисту». Знаете, кому имел в виду Паганинии? Конечно же, самому себе. Потому что он прекрасно понимал, никто, кроме него, все 24 каприза не сыграет. А если когда-нибудь сыграет, то он тоже великий артист. Поэтому Паганинии посвятил их тому, кто сыграет все 24, а это значит обладает невиданными техническими и эмоциональными возможностями. Владеет скрипкой на самом сверхвысоком уровне. Завершает каприз 24, мелодия которого стала одной из самых знаменитых мелодий в истории мировой музыки. И вот сейчас я покажу вам одну удивительную шутку. Шутку Сергея Васильевича Рахманинова в его рапсодии на тему Паганинии. Сначала я вам дам, конечно же, каприз Паганинии. Это вариации на знаменитую тему. Вы помните тему. Так вот, когда вы услышите рапсодию, а впрочем, давайте сначала послушаем каприз Паганинии. Сlishка Марта. Сошка Марта. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что не социум, а человек, личность, я, эго, моя сила воли, мое безграничное знание, умение и чувствование способно победить все, даже физические преграды и препоны. Вот сейчас мы проведем такой маленький эксперимент. В числе многих своих музыкальных произведений Паганини написал четырехминутное или трехминутное, в зависимости от того, как играть, перпетум мобили или вечное движение. В чем смысл вечного движения? В том, чтобы зарядить скрипача такой энергии, заставить скрипача играть так, чтобы от пальцев, от зубов отскакивало, чтобы скрипач научился, превзошел, пожертвовал всем ради того, чтобы суметь. И вот послушайте, что в результате произошло. Вы слышите сейчас разных исполнителей, потому что все завидуют скрипачам и делают и приложения, играют и солисты, скрипачи, и баянисты, и виолончелисты, и ансамбли скрипачи, и оркестры, кто только не играет. И все стараются переиграть друг друга, перпетум мобили. Слышите, вот что дал Паганини миру возможности поверить в свою безграничность. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот гитара и скрипка 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 А как вам такое исполнение? А вот гитара и скрипка А вот гитара и скрипка Такая дистанция, просто олимпийские игры Все со всеми И основа это поганинивское вечное движение Что же сделал поганини в этом мире?